На платформе железнодорожного вокзала ждет своего торжественного часа новый пригородный электропоезд. Современная электричка скоро выйдет на свой первый маршрут Владивосток-Кневичи. Мы видим, что программа развития дальносточной железной дороги предусматривает не только развитие магистрали для промышленных поездов, но и вот такие прекрасные красавцы поезда с каждым годом все больше и больше наполняет наши железные дороги, и делает жизнь пассажиров более комфортной. Евгений Черин с семьей приехал в Владивосток в отпуск и по воле случая стал первым пассажиром нового электропоезда. Решили к друзьям поехать, отдохнуть, ну и просто подошел к кассе, взял вот этот билетик, и он оказался, так сказать, золотым первым. Жителям Приморья эта модель электропоезда уже знакома. Четыре таких электрички курсируют по краю на участках от Владивостока до Спаска и от Владивостока до Находки. И в период аномальной жары пассажиры заметили, что система кондиционирования не справляется. Проблема с кондиционерами решается путем обновления программного обеспечения, так как при аномальных температурах, вот в жаркий период, данная система себя заэкономендовала не с лучшей стороны, и она была не приспособлена для нашей влажности, поэтому неоднократно выходила из строя, из-за чего мы имели жалобы пассажиров. В настоящее время эта проблема решается. Отметим, что в электропоезде создана безбарьерная среда для пассажиров с ограниченными возможностями. Головные вагоны оборудованы пандусами для их посадки и высадки с высоких и низких платформ. В вагонах установлена система информационных табло, расположены удобные шести- и двухместные диваны, оборудованы места для провоза багажа и велосипедов. Отличная электричка, на самом деле, хорошее, удобное сидение, комфортно. Я как понимаю, можно подключиться к Wi-Fi, здесь есть подзарядка, то есть, в принципе, отличный поезд. Новый шестивагонный электропоезд будет обслуживать пассажиров в пригородном сообщении на различных маршрутных направлениях Приморья. Алина Черненко, Денис Вадеев, Новости на Восьмом.